В центре олимпийской подготовки «Авангард» сильнейшие кикбоксеры региона собрались, чтобы поспорить за победный трофей Кубок Авангарда. Всего 280 участников. И сегодня программа «Лайт». В пяти возрастных группах разыграли 84 комплекта наград по трем разделам. «Лайт-контакт», «Лайт-контакт с лук-киком» и «Коинт-файтинг». И первыми в бой самые юные, самые амбициозные, самые уравновешенные. Не переживала. Меня папа настраивал сюда. Что, какие-то слова, наверное, говорил? Нет. А как настраивать? Папа говорит, чтобы я не волновался и спокойно выходил на ринг. Кубок Авангарда, турнир региональный и многие спортсмены уже встречались в соревновательном ринге. Те, кто сегодня решили пойти против одного из спортивных принципов, главное не победа, а участие, дни и ночи напролет просматривали видеозаписи своих прошлых выступлений, а главное – спаррингов своих потенциальных соперников, изучали их технику. Мы с папой все время смотрим перед боем, с кем, ну, кто выиграет, и запоминаем технику. И пытаемся как-то, он меня подготавливает, как против этого можно сделать что-нибудь. Любой региональный турнир – своеобразный отбор. В сборную команду Омской области невозможно попасть без успешного выступления на вот таких стартах, как, к примеру, Кубок Авангарда. Спортсмены и тренеры называют такие соревнования проходными. Я бы не сказал, наверное, так, чтобы придерживают. Это, в принципе, если есть такой рисунок, так скажем, какая картинка в выступлениях спортсменов, то, я так могу сказать, наверное, это больше, наверное, установка тренера, нежели самого спортсмена. Победителем в общекомандном зачете в разделе «Лайт Контакт» стал спортивный клуб «Алмаз». В «Лайт Контакт» с лоу-киком победили кикбоксеры спортклуба «Атлант». Общекомандный кубок в разделе «Поинт Файнтинг» выиграл клуб «Вызов». Следующий, безусловно, более ответственный старт для победителей Кубка Авангарда – первенство и чемпионат России, которые в этом году пройдут в Омске с 20 по 23 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова